здравствуйте мои дорогие зрители сегодня я хочу поговорить на очень интересную тему я получила очень интересный вопрос и конечно я не знаю всего об этом но я расскажу это будет мое личное мнение я вам расскажу то что я об этом знаю и как я к этому отношусь и что я думаю по этому вопросу так что это конечно здесь будет присутствовать и мое субъективное мнение ну кого интересует этот вопрос я думаю что можно наверно в интернете сейчас найти все я не занималась поисками я расскажу то что я знаю что меня сама интересует и что меня сама затрагивает поскольку вопрос мне лично показался интересным я решила его осветить несмотря на то что я совсем не уверена что всех это заинтересует ну тут уж ничего не поделаешь посмотрим как пойдет вопрос он такой было бы интересно узнать о языках в израиле как о государстве в трех языках так и языках диаспор русском немецком и дыше фарси французском как и насколько люди диаспор сохраняют свои языки передача языков новому поколению преподавание языка в учебном процессе очень интересный вопрос государственный язык у нас иврит и у нас два официальных языка это иврит и арабский язык поэтому очень многие документы вы можете увидеть на двух языках вы можете увидеть вывески как правило у нас делаются на двух языках иногда вывески и на трех языках третий язык это английский но он не считается официальным языком просто это сделано чтобы люди приезжающие в страну многие знают английский английский превратился сегодня в международный язык в общем-то понятно многим буквы понятны многим поэтому пишут на английском но он не является даже официальным языком израиля ни в коем случае живя в диаспоре диаспора это изгнание люди евреи были рассеяны по всему миру и конечно евреи разговаривали в разных странах на разных языках и конечно они принимали язык той страны в которой они жили например евреи которые жили в испании они говорили на испанском языке но поскольку они жили очень замкнуто своими общинами как правило то у них выразился свой язык где-то в 13 веке возник язык который имеет общее название ладину этот язык содержит большая часть там это староиспанских слов того времени и конечно очень большие вкрапления из языка иврит потому что язык иврит несмотря на то что многие говорят что это был мертвой язык он никогда не был миртвый язык просто он не был языком каждодневного общения на этом языке молились на этом языке читали священные книги литература была на этом языке пилософская литература на этом языке раввины вели научные споры на этом языке люди образованные владели ивритом и могли на нем разговаривать и так было во все времена Он никогда не был полностью мёртвым языком, но он не был языком бытового и ежедневного общения, поэтому в нём иногда даже отсутствовали простые слова. Вы знаете, наверное, что Иуда бен Элизер, живший в Израиле в начале XX века, взялся за внедрение языка иврит в каждодневное использование. И он, конечно, его осовременил очень, вёл туда новые понятия, вот этот язык. И, конечно, этот язык, в общем-то, стал сегодняшним и каждодневным нашим языком общения. Вообще в молодом государстве Израиль все языки были в загоне, кроме иврита. Рак иврит было провозгрушено, только иврит. Всё издавалось на иврите, говорили люди друг с другом на иврите. И очень быстро молодое поколение, которое уже родилось в Израиле, для них уже иврит был родным языком. Кстати, сын Элизера бен Иуды, Ами, это был первый ребёнок, которого родной язык, первый родной материнский язык был иврит. И вот представьте, за каких-то сто лет язык полностью осовременился, возродился, и сегодня мы все говорим на иврите здесь. После изгнания евреев из Испании они унесли с собой по разным странам язык ладина. И сегодня на ладина говорят евреи в Турции, на бывшей территории бывшего государства Югославия, в Румынии, в Болгарии, в Греции. Во многих странах, как видите, в основном странах Средиземного моря, евреи, их язык это ладину. Ну и они, конечно, приехали в Израиль и тоже привезли сюда этот язык. Я читала где-то, уверенно стопроцентно, что помню правильно, но мне кажется, что на ладина сегодня говорит в мире где-то 100 тысяч человек. А когда его слышишь, а я не раз слышу, как люди говорят на ладину, то очень похоже на испанский язык, конечно. И много слов, которые прямо, например, они говорят си-си, да-да. Вот просто слышал, что говорят как будто по-испански, а всё-таки не совсем. Ну вот. И второй язык, который зародился в XIV веке в Германии, это был язык идыш, на котором говорили евреи, жившие в Германии. Германия в мобилитете ашкеназ, поэтому люди, которые жили там, их называют ашкеназами. И эти люди, в общем-то, этот язык, он собрался из немецких слов, из разных диалектов Германии. И где-то 70% немецких слов, и остальное это, в общем-то, иврит. Из иврита очень много слов в том произношении, в котором эти евреи и произносили. Например, там, шаббат говорят шабес, но это всё-таки ивритское слово, или, ну, в общем, вот так вот немножко искажено, но ивритские слова ты слышишь в идышской речи. Ну и, конечно, они разъехались по разным странам Европы, поэтому в Восточной Европе, в Северной Европе, в Северной Америке говорят на идыше. И, конечно, приехавшие сюда с языком идыш, они и тут продолжали говорить на идыш. В самом Израиле ты слышишь очень много языков. Во-первых, люди здесь, израильтяне, ни один израильтяне, нет израильтянина, наверное, который владеет одним-единственным языком. Конечно, все израильтяне, ну, местные, которые здесь живут много лет или родились, все, конечно, говорят на иврите. Кроме того, все знают английский язык, язык здесь английским владеет всё население, можно сказать. Ну, его, конечно, учат, в основном в школах учат английский язык, он является обязательным предметом для изучения. Так что без английского никуда. И выучивают здесь его неплохо. Я считаю, что лучше, чем, например, английский учили в советской школе, выходили и не могли ничего сказать. Многие, если это была не английская школа, то английским языком, в общем-то, не владели. А здесь, да, владеют. Здесь, выйдя из школы, кто лучше, кто хуже, но объясниться по-английски могут все. Значит, все знают иврит, все знают английский. И, как правило, знают хотя бы третий язык. Что за третий язык? Если он выходит из России, и его бабушка говорит по-русски, или его родители тем более, если говорят по-русски, то, как правило, ребёнок, в большей части у русский язык, об этом я сейчас ещё поговорю, русский язык будет знать. Хуже, лучше, но он будет понимать, во-первых, его, и будет на нём говорить. Выходцы из англоязычных стран очень стараются сохранить свой язык. И у них рождаются тут дети, и первый язык, который эти дети слышат, это английский язык. Уже потом он идёт в садик, там, конечно, он усваивает иврит и так далее. Но английский, вот они очень, я смотрю, следят за этим. Выходцы из Франции говорят дома по-французски, и дети слышат французский язык. И так далее. То есть сегодня это так. Но когда-то, когда-то буквально был запрет на все другие языки, и тогда, конечно, знали иврит, ну и знали английский. Выходцы из арабских стран, конечно, знают арабский язык и, в общем-то, передают его своим детям. Но я должна всё-таки сказать, что от поколения к поколению эта связь ослабевает. Израиль, конечно, очень молодая страна. И поэтому ещё пока носители эти языка передают следующему поколению этот язык. Но с каждым поколением эта связь будет ослабевать. Я вижу даже вот, что происходит с русским языком. Кстати, о русском языке я, у меня есть отдельное видео, поставлю на него ссылку. Значит, что происходит с русским языком? Вот те, кто приехали в 70-е годы, так называемые ватыки люди, у них тут были дети, которые выросли и говорят на иврите. Они переженились или с местными, которые говорят только на иврите, тогда вообще говорить нечего, или друг с другом. И уже они в те годы, в 70-е и 80-е годы, было принято говорить на иврите и старались как-то забыть и отойти от русского языка, от русских корней. И вот дети этих детей уже, многие даже и не говорят по-русски, или говорят очень плохо, или только понимают. Я с этим столкнулась не раз и удивлена была. Сегодня кто приезжает, отношение уже другое. Даже не сегодня, а уже в 90-е годы приехавшие дети, дети, они выросли, поженились, но они своим детям, очень многие, во всяком случае, стараются передать русский язык, особенно если молодожёны, если они оба выходцы, скажем, из России, и даже для них иврит уже родной язык, а не русский, а всё-таки они русский знают, то они стараются своим детям передать. Отдают детей маленьких бабушкам, и бабушки с ними разговаривают по-русски. В результате дети говорят, и всё-таки от поколения к поколению знание языка становится всё хуже и хуже, всё-таки уходит. Теперь возьмём идыш или ладину. С ладину я знаю меньше, но с идышем я знаю отлично. Вот люди приехали сюда, скажем, до Второй мировой войны или после, а для них идыш был родной язык. У них тут родились дети. С детьми они, да, дома говорили на идыше, и эти дети знают идыш. Вот у меня приятельница, очень, можно сказать, подруга моя, она, у неё мама, по-моему, из Польши, папа не знаю откуда, но, в общем, они здесь много-много лет. И вот она родилась, конечно, в Израиле, её родной язык, конечно, иврит, но она знает идыш, потому что её родители, они не из России, они мама из Польши, папа не помню откуда, и, конечно, они говорили на идыше, потому что в России, я знаю, что евреи уже отошли от языка идыш. А вот люди из других стран Европы, они приезжали сюда и говорили дома на идыше. Это было уже после войны, наверное, она родилась уже после войны, она даже младше меня немного. И она знает прекрасно идыш, потому что дома у неё на идыше говорили. Но она вышла замуж за выходца из восточной общины, по-моему, из Ирака её муж, да, из Ирака. Конечно, он идыша не знает, и, конечно, она, ей не с кем дома говорить на идыше, и, конечно, её дети понятия не имеют и не знают совершенно идыша. Хотя их дедушки и бабушки и знают, но они не живут с дедушками, с бабушками, только видятся с ними. И, конечно, может, какие-то отдельные слова они знают, но они уже идыш не знают. И то же самое могу сказать о очень многих. Конечно, идыш – это язык, который просто всё меньше и меньше и меньше в употреблении. Ещё живо то поколение, для которого идыш был родной язык, и пока оно живо, идыш живёт. Есть такие, которые передали своим детям, и они тоже говорят на идыше. Идыш был в очень большом загоне в первые годы существования Израиля, но в 51-м году была открыта кафедра идыша в Иерусалимском университете, она существует и по сей день. И я знаю, что есть школы какие-то отдельные, где даже изучается идыш. Конечно, не как обязательный предмет, потому что часть предметов в школах обязательная, а часть нужно выбирать. Вот некоторые выбирают и учат идыш. Так что всегда будут люди, которые этот язык, я думаю, будут знать, но это будет какая-то небольшая горстка людей со временем, как я полагаю. Хотя у нас есть слой населения, который говорит только на идыше. Это ортодоксальный еврей Ашкиназим. Вот в Меа-Шиарим, в районе Иерусалима, когда я там была, я кругом слышала идыш. Они все говорят на идыше, я даже не знаю, знают ли они иврит, честно говоря. Просто говорят все сплошь на идыше. С одной стороны, мне было приятно слышать, потому что это язык моего детства. На нем говорили со мной, когда я была маленькой дедушке и бабушке. Мои родители прекрасно, конечно, знают идыше, потому что в Латвию советская вразь пришла только в 40-м году, и они успели поучиться, мои родители, вообще на иврите в школе, потом пришли на идыше, иврит уже не разрешали. И, конечно, они дома говорили, со мной не очень-то говорили, но благодаря им я все-таки что-то понимаю, не скажу, что я знаю идыше. Нет, я не знаю идыше. Но я понимаю, о чем говорят, иногда могу даже вставить слово «два». То есть из себя хотела, я бы могла, наверное, развить больше знания этого языка, но вот как-то нет необходимости. А вот моя двоюродная сестра знает идыше, например, с ней больше говорили на идыше. Но вот уже ее дети, конечно, идыше не знают. То есть это тоже уходящий язык, так же, как ладина, так же идыше. Евреи из Ирана говорят на фарси каком-то своем, тоже еврейском, у них тоже какое-то свое наречие, еврейский, персидский есть. Но я думаю, что там та же судьба. Выходцы из арабских стран, те, которые из стран приехали, Магриба, приехали из Ливии, приехали из Алжира, из Марокко, они, конечно, привезли язык арабский. Я знаю, вот у меня был работодатель, я рассказывала о моей первой работе. Его привезли из Туниса в возрасте двух лет. Сейчас он уже ему где-то за 50, по крайней мере, где-то уже, наверное, 60 сейчас ему. И он, конечно, хорошо говорит по-арабски, что ему очень помогло в его бизнесе. Но его дети уже по-арабски не говорят, потому что он с ними не говорит по-арабски. Так что уходят все эти языки постепенно из обращения. Как пойдет дальше, мы не знаем, потому что Израиль – это молодое, недавно споревавшееся государство, и ты можешь услышать очень многие языки на улице. Это, конечно, хорошо. Я считаю, что это обогащает. У меня тут, в моем районе, живет очень много выходцев из Аргентины. И ты слышишь ежедневно испанскую речь. Конечно, испанскую речь, так, как на ней говорят в Аргентине. И даже есть кружки по изучению испанского языка у нас, так что при желании можно пойти его подучить. Но их дети уже знают хуже. Вот мальчика у меня был ученик, который из Аргентины, из Буэнос-Айреса. Его привезли, когда ему было 6 лет. Он прекрасно говорит, конечно, на испанском, потому что, во-первых, до 6 лет он, конечно, жил там, и дома с ним говорят. Но я уверена, что уже его дети уже не будут. Во-первых, его жена уже, может быть, не будет испаноговорящая. Может быть, он уже женился, я даже не знаю. Он уже отучился у меня. И возможно, что вот дети уже будут плохо знать испанских, дети уже не будут знать испанских. Жалко, жалко, что уходят эти языки. И я считаю, что надо стараться их сохранить, что нужно передавать их своим детям, потому что это обогащает внутренний мир, это расширяет горизонты. Люди сегодня путешествуют. На испанском языке говорит очень большая часть мира. Все бывшие испанские колонии, вся Латинская Америка, сама Испания. И я думаю, что это один из самых распространенных языков в мире. Поэтому жалко такой язык, конечно, терять. И я бы, например, старалась сохранить своим детям, если бы она делала испанским. Но это не значит, что они его сохранят. Вот такая ситуация происходит у нас с языками в Израиле. Вот всё, что я могу об этом рассказать, поведать. Ну, а кто хочет больше информации, я думаю, что можно погуглить и найти всё, что угодно на эту тему. Ну, я вам рассказываю об этом как житель, который живёт в этой стране и видит, что происходит вокруг. Тем более, что у меня ученики из разных стран учились, и я вижу, что происходит во всеми, что происходит с ними. Вот такое вот явление. В общем-то, эти языки постепенно я вижу, что всё-таки уходят. Вот и всё. Я думаю, что это было интересно для многих. И если было интересно, ставьте лайк. Было неинтересно, ставьте дизлайк. Я буду знать, что такие видео делать не нужно. Ну вот, до свидания, до новых встреч. Надеюсь, вам не очень надоели наши беседы. До свидания.